В Красноярске после капитального ремонта открывается гимназия номер 7. Ремонт в здании шел почти год, однако в понедельник в школе снова зазвенит звонок на урок. За время ремонта строители проделали огромную работу. Это май 2015 года. Внутри школы разрушены стены, лестницы, а в полу зияют дыры. Здание построено в 1949 году и нуждалось в серьезном ремонте. Но спустя полгода картина заметно изменилась. Теперь здание отвечает всем современным требованиям. За процессом внимательно наблюдали не только работники школы, но и родители. За процессом ремонта следили постоянно. Люци Абравна собирала и управляющий совет, и родители информировала. И были какие-либо проблемы, решались все в рабочем порядке. То есть строители шли все время навстречу, меняли проектные решения. И в принципе, я считаю, что благодаря общим усилиям и получили такие результаты. Сейчас в Красноярске ремонтируют еще шесть образовательных учреждений. В основном это старые здания, в которых не один десяток лет учили школьников. Как говорят специалисты, порой возникают трудности с ремонтом, но конечный результат этого стоит. Главой города Эдхама Макбулатовым поставлена задача строго контролировать ремонтные работы. Реконструкция, модернизация таких школ – это, конечно, сейчас одно из важных направлений работы. Надо сказать, что мы сейчас вышли на довольно большие цифры. То есть раньше две-три школы мы капитально ремонтировали. В этом году, в 2016 году мы должны завершить капитальным ремонтом в 2016 и, может быть, в начале 2017 года шесть объектов школ. Как раз вот такая ситуация, где мы должны привести в современное состояние, ну, довольно, скажем так, уважаемые и уже пожилые достаточно объекты образования. Тем не менее, вы видите, что достаточно успешно можно их модернизировать. Гимназия номер семь состоит из двух корпусов. Теперь на очереди здание, в котором находится начальная школа. Во время ремонта уроки для младших учеников будут проходить в отремонтированном корпусе. Образовательный процесс здесь начнется уже в понедельник. 18 января дети уже сюда заходят и зайдет сюда 780 ребятишек, начиная с седьмого класса, вернее, с первого по седьмой класс. Эти дети будут учиться здесь, по восьмой класс. Остальные дети еще будут учиться в других образовательных учреждениях. Также рядом со школой будет обустроена спортивная площадка, на которой расположится футбольное поле, баскетбольная, волейбольная площадка, беговая дорожка. Заниматься здесь смогут не только школьники, но и жители района. Екатерина Погорелова, Александр Ермошенко. Новости.